Заседание правительства Петербурга 13 марта показало, как не близки друг другу председатели комитетов Юлия Киселёва и Вячеслав Семененко. Традиционно в конце заседания рассматривается вопрос о проектировании и строительстве объектов недвижимости в Петербурге. Объекты и предложения по ним оглашает Вячеслав Семененко. Так и произошло 13 марта. Рассмотрение объектов шло без особых нареканий, пока глава комитета по строительству не дошёл до участка номер один на Шереметьевской улице, который находится между Пулковским шоссе и торгово-развлекательным комплексом Пулково-3 и масштаб. Торги на строительство коммерческого объекта, земельный участок площадью 13 813 метров, предлагается внести изменения в связи с тем, что дважды торги не состоялись. Есть протоколы о том, что торги не состоялись. Последний раз они не состоялись в ноябре прошлого года. Предлагаем изменить условия проведения торгов в части. Начальную цену земельного участка уменьшится с 425 миллионов до 220. Размер задатка с 85 миллионов до 44 миллионов. Шаг аукциона с 21 миллиона 200 до 10 миллионов рублей. Вопреки ожиданиям, судьба участка вызвала вопросы. Глава КГА Юлия Киселёва резко выступила вообще против торгов. Георгий Сергеевич, если позволите, комитет по городостроительству. К сожалению, этот проект с нами не согласовывался по торгам. Но хотелось бы сказать, что это старый проект планировки, который был утверждён. Полагаю, что было бы целесообразно отложить вопрос, поскольку абсолютно согласен с Сергеем Юрьевичем, что с точки зрения транспортной ситуации дополнительный объект на этой территории размещать нецелесообразно. Поэтому я попросила бы вас снять, чтобы мы дополнительно просмотрели ещё раз этот проект. Георгий Полтавченко в таком споре глав комитетов фактически встал на сторону Юлии Киселёвой. Губернатор вообще заявил, что считает необходимым заморозить участок под новую станцию метро. Спор из-за участка на Шереметьевской улице стал, возможно, новым подтверждением разногласий Юлии Киселёвой и Вячеслава Семененко. До этого были известны случаи, когда председатели на публичных мероприятиях дистанцировались друг от друга, даже переставляя таблички с именами и отсаживаясь подальше.